Всем привет! Сегодня 13 февраля, Московская область. Я сразу говорю, что перцы, баклажаны и томаты я высеваю только в марте месяце. Но существует, конечно же, исключение. Это перец сорт Ромира. Почему? Потому что перец средний, поздний, даже я хочу сказать, что он больше относится к поздним сортам. У него по срокам вегетации от 130 до 140 дней. И советую, кто захочет выращивать этот сорт, все-таки выращивать его в теплице. Особенно это касается для средней полосы России. И тогда он максимально даст и урожай, и все плоды достигнут биологической зрелости. Вообще Ромира я выращивала привычный всем красный, но я еще нашла желтый и оранжевый. С оранжевым я уже как-то в обзоре на семена рассказывала, что получилась неприятность. И интернет-магазин, где я заказывала, прислали мне пустой пакетик. Я хотела снять на эту тему видео, что за интернет-магазины, как бывает, нас обманывают, как покупатели. Но потом я подумала, много чести будет этому магазину вообще-то. Ничего не стало, я просто этот магазин унесла в черный список и все, и забыла о нем. Но в Москве я нашла семена, все равно Ромира, потому что оранжевого, потому что я это захотела, я нашла. Кто хочет, тот всегда найдет, как говорится. В Москве так удачно, и интернет-магазин уже другой, да, пошел даже мне навстречу, что я не заказывала еще там 10 каких-то ненужных мне сортов, а заказала только Ромира оранжевый. И очень легко доехала в Москве, забрала на месте самовывоза, и все отлично. Поэтому спасибо этому интернет-магазину, все отлично, нашла. Ну, осталось мне еще найти зеленый Ромира, но это мне нужно уже съездить будет в Европу, наверное, потому что зеленого в России я пока не нашла, искала, но не нашла. Так вот, и в этом году я буду выращивать вот такой триколор красивый. Еще хочу сказать, что для прорастания семян в этом году я этот сорт буду замачивать просто в обычной воде. Стимуляторы лучше не применять, так как вот данная культура с медленным циклом развития, и перец приостанавливается в росте после быстрого старта, и в дальнейшем отстает в развитии. Это только по моим наблюдениям и из личного опыта. Замачивать буду всего лишь на 3-4 часа, потому что это делаю не для того, чтобы они прорастали. Я их не проращиваю, а делаю для того, чтобы они просто напитались водой, и все. Я пронумеровала все, и диски, и пакетики соответствуют сорту, чтобы не спутать. Закладываю в диск по 5 семян, а высаживать в теплицу по итогу буду всего лишь 3 растения. Но 2 оставляю на запас или на отбраковку, потому что может быть что-то еще не взойдет, мало ли. Складываю вот так в чашку Петри. Проливаю слегка водой. Вода у меня обычная, теплая. Чуть-чуть подогрела ее. Наливаю водой так, чтобы здесь не плавали диски, а были просто очень и очень хорошо смоченные. Накрываю, убираю в теплое место, как я уже сказала, на несколько часов. И потом уже буду высевать в землю. Итак, я продолжаю. Прошло 4 часа. Семена заметно уже набухли, видно. Высевать буду вот в такие небольшие плошки. Конечно же, есть дренажное отверстие. Насыпала земли, неполную баночку, своя земля. И пролила раствором фитоспорина. Высевая по 5 штук. Высаживать буду 3. Мне бы достаточно было бы и по 2 куста в теплице. Но так как я собираю семена свои, поэтому меньше 3-4 кустов растений я не высаживаю. Почему? Потому что я выбираю семена не только из самого красивого, самого лучшего плода, но и выбираю при этом, чтобы был самый красивый и самый лучший куст. Если у вас будет посажено всего лишь одно растение, то и выбрать-то не с чего будет. Поэтому, а уже из трех, есть всегда выбор. Поэтому и высеваю, высаживаю большее количество, чем мне нужно. Так, это у меня ромиро красный. Это у меня оранжевый. Семена такие набухшие уже хотят. Прошло 4 часа. Они очень значительно увеличились в размере. Так, это у меня оранжевый. Так, и у меня остался желтый. Третий. Ромиро мне очень нравится этот сорт. Понравился. Я закрывала в этом году перец в сладкой подливе. Использовала ромиро. А подлива была у меня из томатного сока, желтого. И очень красиво смотрелось. Красные перцы, крупно порезанные, залитые желтым соком. И ромиро оказался в этой закрутке очень похожим. Очень похожим. Не забывайте, что вообще ромиро он не толстостенный. Вот, он тонкостенный. У него стеночка от 3 до 5 мм максимум. Это вообще максимум. Если у вас ромиро толстостенный, то это не ромиро. У ромиро стенка тонкая. За это вообще его и ценят любители перца, паприки. За его тонкую стеночку. За хрустящую и ароматную. Поэтому ромиро толстостенный не может быть. Так, и прикрываю вот землей. Тоже земля своя. Небольшим слоем. Вообще перец я покрываю, но не больше 1 см. И слегка утрамбовываю землю. Чтобы когда перчик всходил, шляпка хорошо отделялась. Сверху я не буду поливать. Потому что у меня очень хорошо пролита земля изначально. Я растворила фитоспорин, как я уже сказала, и пролила. Очень хорошо. Поэтому сверху у меня земля, она такая, знаете, полусухая. То есть она не сухая, она просто влажная. И буду накрывать, конечно, крышками. Вот так. Обязательно подписываю. Вот и все. Перец я посеяла. Все довольно-таки просто и легко. Самый важный момент. Я уберу эти плошки в теплое место. Чтобы было градусов 28, не меньше. И важный момент, чтобы не пропустить появление петель. Как только появляются петельки, я выставляю на свет. Не просто на подоконник, а под лампы. Самый важный момент, я считаю, чтобы семидольные листья раскрылись под светом, под лампами. И тогда самый вот этот вот момент важный. Вы не упустите. И у вас рассада не вытянется, не будут вот эти былиночки стоять непонятные. Она сразу будет крепенькая. А у меня на сегодня все. Я желаю вам хороших всходов. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok